Глава пятая. Как получить заключенное в искуплении и завете благословения физического исцеления? Примечание. В этой главе мы повторяем некоторые изотверждения, сделанные на предыдущей странице, для того, чтобы одной этой проповеди было достаточно, чтобы заложить полное основание веры. Это сделано для тех, кому, возможно, срочно потребуется молитва веры за исцеление до того, как у них будет время прочесть всю книгу. Первый шаг. Первый шаг к исцелению, точно такой же, как и первый шаг к спасению и любому другому благословению, обещанному Богом. Больной человек должен узнать, чему ясно учит Библия. Воля Божия заключена в том, чтобы исцелять человека до тех пор, пока он не проживет, отведен ему отрезок времени. Каждый отдельно взятый больной человек, опираясь на Слово Божие, должен быть убежден, что его или ее исцеление является волей Божией. Потому что невозможно иметь настоящую веру в исцеление до тех пор, пока не исчезнет малейшее сомнение в том, что это воля Божия. Невозможно смело верить в то благословение, о котором мы не уверены, что Бог его нам предлагает. Потому что насилу Божию можно придавать только тогда, когда известна воля Божия. К примеру, было бы практически невозможно наставить грешника верить к правильности, до тех пор, пока ты полностью не убедишь его. Воля Божия состоит в том, чтобы он спасся. Вера начинается там, где известна воля Божия. Вера должна основываться на одном только слое Божьем, а не на наших желаниях или стремлениях. Приобретающая вера – это вера в то, чего Бог хочет, а не в то, что Бог может. Те люди, которые якобы верят в исцеление, но говорят одно слово в пользу этого и десять против, не могут опрести веру в исцеление. Вера – это ожидание Божьих действий. Когда Бог повелевает нам молиться за больных, Он имеет в виду, чтобы мы молились с верой, чего мы не можем сделать без знания Его воли. По этому вопросу, до тех пор, пока человек не знает Божьей воли, у него нет основания для веры. Потому что вера – это ожидание, что Бог сделает то, что является Его волей. Совсем не трудно, когда мы имеем веру, призвать Бога и исполнить Его волю. Когда мы знаем, что это Его воля, то нам не трудно поверить, что Он сделает то, что Он хочет сделать. Именно таким образом каждый спасенный человек пережил еще более великое чудо своего нового рождения. Вера ничего не может повести до тех пор, пока мы не узнаем, что именно Бог приготовил для нас. Нет ни одной другой доктрины, которая Слово Божие учило бы так явно, как та, что через искупление Христа нам было даровано спасение и физическое исцеление. И что воля Божия стоит в том, чтобы отвести все болезни от Своего народа и исполнить число их дней, как Он и обещал. Исход 23, 25, 26. Все примеры в главах 14-15 Книги Левит показывают, что болезнь неизменно была исцеляема через искупление под законом Моисея. А в Евангелии от Матфея 8, 17 определенно утверждается, что Иисус исцелял все болезни на основании искупления. Писание показывает нам, что причиной того, что Христос не дал никакого исключения, исцеляя больных, было искупление, которое Он совершал для всего Адамова рода, включая и тебя. Когда огромные толпы народа теснили Его, чтобы послушать Его и исцелиться от болезни, как утверждается в Евангелии, Он исцелял всех. Смотрите, Матфея 4, 24, 12, 15, 14, 14, 14, Луки 4, 40, Деяния 10, 38. Он не мог делать исключений. Почему? Потому что в грядущем искуплении Он взял на Себя наши немощи. Если Он понес наши немощи, то требуется исцеление всех, чтобы пророчество исполнилось. Бог тщательно подбирал выражение, что для того, чтобы исключить из этого списка Себя, нам пришлось бы неправильно процитировать Его слово. То, что дает Голгофа для всех. Вот таким образом Бог спасает нашу душу, исцеляет тело и делает все остальное. Он посылает свое слово, свое обетование, а потом выполняет его везде, где оно производит веру. Божественная процедура исцеления описана в тексте. Послал слово свое и исцелил их, избавил их от могил их. Псалом 106, стих 20. Именно слово Божие действует в верующих и является здоровьем для всего твоего тела. Смотри, 1 Фессалоникийцам 2.13, притча 4.22. Точно так же маленькая девочка верит в получение нового платья. Когда она слышит, что ее мама обещает купить ей его в следующую субботу, так и наша вера в исцеление приходит от слышания Слова Божьего или обетование осуществить это. И у девочки, и у нас вера приходит от слышания. Вместе с тем, было бы странно, если бы девочка верила, что у нее будет новое платье, если ее мама не говорила этого. Точно так же и с нами. Мы не можем верить в исцеление, спасение или какое-либо другое благословение до тех пор, пока не услышим, что Бог обещал сделать это. Как человек может найти оправдание по вере, если никто не проповедовал ему об этом? И как человек может найти исцеление по вере, если ему об этом не проповедовали? Именно Писание может сделать людей мудрыми в спасении. Прежде чем ожидать исцеления, мы должны убедиться, что Творец и Искупитель тела также является Ицелителем. Ценность Искупительных имен Бога. Итак, если Бог исцеляет нас, посылая нам свое слово, то то, что может быть более его словом, если не в его имени, не его имена, которые были открыты нам в каждом из семи, с определенной целью показать любому человеку Адамова рода его искупительное отношение к нам. Когда Христос повелевает нам проповедовать Евангелие в всей твари, Он подразумевает, что мы будем рассказывать благую весть Искупления. Его семь Искупительных имен раскрывают нам, что включается в Искупление. У Бога много других имен, но только семь имена Искупительные. Эти семь имен упоминаются в Писании только тогда, когда это имеет отношение к человеку. Не шесть и не восемь, но семь – совершенное число, потому что Он совершенный Спаситель. Его Искупление покрывает весь спектр человеческих нужд. Все благословения, раскрываемые теменами, включены в Искупление. К примеру, Иегова Шама означает Господь присутствующий, приближенный к кровью Его Креста. Иегова Шалом переводится Господь наш мир. Это также включено в Искупление, потому что наказание мира нашего было на нем. Иегова Раах переводится Господь мой пастырь, Иегова Руэ, правильно. Он стал нашим пастырем, отдал свою жизнь за овец. Итак, вы видите, что и эта привилегия заключена в искуплении. Иегова Ера означает Господь усмотрит жертву. Христос Сам стал жертвой принесенной на Голгофе. Он стал Иегова Ниси, Господь наше знамя. Иначе говоря, победителем от слова Ницахон на иврите. Постыдив начальство и власть на кресте. Он понес наши грехи и стал Иегова Цедыкейну, Господь наша праведность. Открыв путь для каждого грешника, чтобы он мог принять дар праведности. Иегова Руэ переводится как Я Господь целитель твой. Это также часть искупления, потому что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Последнее имя завершает список из семи имен, которые были открыты нам с той целью, чтобы показать отношение Бога к нам по каждому из семи пунктов. Эти семь имен всегда принадлежали Христу. Именно по этим семи благословениям он вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус говорит каждому, кто приходит к нему за любым из этих семи благословений, пригодящего ко мне, не изгоню вон. В этом и заключается благая весть. И Бог хочет, чтобы она проповедовалась всему творению, чтобы каждое творение могло наслаждаться полнотой благословения Евангелия Христова. Я снова повторяю, что ничто не является Словом Божиим, утвержденным в небесах, более чем его искупительное имя Иегова Рафа. Никто не имеет права изменять Божий. Я есть, но я был. Потому что Слово Господне пребывает вовек. Если Иегова Шалом, Господь наш, мир, является одним из искупительных имен Христа, то разве не каждый имеет данное искупление привилегию принять от него мир? И не имеет ли он точно такое же права на то, чтобы принять победу от Иегова Ниси? Разве не каждый человек имеет данное искупление право принять дар правильности от Иегова Цедокейну? Если это так, то почему не каждый имеет данное искупление права принять исцеление от Иегова Рафа? Это имя Иегова Рафа, Рафе, было так принято, и в него так поверили те, кому оно было впервые послано, что не было в коленах их болящего. И когда это состояние здоровья нарушалось каким-либо преступлением, как только люди каялись и очищались, Бог оставался Иегова Рафе. Целитель, не для некоторых, но для всех. Бог желает, чтобы это имя, как и все другие имена, были посланы каждому творению на земле. С обетованием они будут здоровы, потому что Господь восстановит их. Медный змей, как прототип Христа. Бог утвердил это имя для погибающих зритян, послав к ним слово. Ужаленный, взглянув на него, прототип Голгофа останется жив. Если телесное исцеление не было дано через искупление, то почему этим погибающим зритянам требуется смотреть на прототип искупления, чтобы исцелиться? Как их проклятие потеряло силу, когда они подняли прототип Христа, так и наше проклятие разрушается, когда мы поднимаем самого Христа. Если дух дан нам для того, чтобы открыть нам Христа, то почему мы не должны смотреть на самого Христа с таким же ожиданием, как израильтяне смотрели на его прообраз? Нужно отметить, что ужаленные змеями не могли смотреть на медного змея и обращать внимание на свои симптомы одновременно. Вера Аврамова была непоколебима, потому что он взирал на обетование Божие. Некоторые люди меняют местами причину и следствие. Их вера колеблется, когда они смотрят на свои симптомы и забывают об обетовании. Так как Бог исцелял, посылая свое слово, которое является единственным основанием для веры, то мы упустим исцеление, если позволим нашим симптомам мешать нам ожидать того, что обещает его слово. Второй шаг. Второй шаг – это быть уверенным, что ты находишься в мире с Богом. Потому что заключенные в искуплении благословения могут стать реальностью лишь при соблюдении определенных условий. После того, как мы услышим Евангелие и узнаем, что оно нам предлагает, Иисус говорит нам – покайтесь и верьте в Евангелие. Только те, кто в мире с Богом, могут следовать этим указаниям. Когда мы ищем физическое исцеление, у нас не должно быть никакого компромисса с врагом наших душ. Потому что именно Он является автором наших недугов. Иисус может разрушить дела дьявола в наших телах. Но Он не обещал сделать это, если мы цепляемся за дела дьявола в наших душах. Трудно использовать веру для разрушения одной части работы дела, когда мы позволяем оставаться другой ее частью. До тех пор, пока человек честно не разберется с вопросом своего послушания Богу, он не может встать на сторону веры. Иаков говорит – признавайтесь друг при другом в поступках, чтобы исцелиться. Божья воля заключена в том, чтобы ты здравствовал и приспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Если было бы беззаконие в моем сердце, то не услышал бы меня Господь. Если наши сердца не осуждают нас, тогда мы имеем уверенность в Боге. Повеление посылать за пресвитерами было дано христианам, которые уже были наполнены духом. Было бы неправильно, если бы человек желал благословения без благословляющего. Желал его милости, но не его самого. Нельзя искать Божьей милости, отвергая его волю. Когда ты отвергаешь большее благословение, не прости маленького. Невозможно принимать и отвергать божественное благословение в одно и то же время. Бог ждет, когда он сможет сказать сатане болезни, то, что он сказал фараону. Отпусти мой народ, чтобы они совершили мне служение. Исход 7.16 Во всем, даже когда мы просим восстановления физического здоровья, мы прежде всего должны думать о славе Божьей, считает Дафи. Сила для служения ему является единственным подходящим основанием для того, чтобы приходить и просить здоровья из его рук. Помазание и леем для исцеления самого по себе является символом и признаком освящения. Мы должны желать своего здоровья для славы Божьей. Что же тогда означает помазание? Откройте книгу Левит 8.10.12 И вы получите Божий ответ на этот вопрос. Взял Моисей и лей помазание и помазал скинию ее, и что в ней осветил это. То есть он отделил их для Бога. Помазание и леем во имя Господне было актом посвящения и освящения, когда со стороны того, кто был помазан, подразумевалось полное подчинение Богу. То, что его руки будут трудиться для него и только для него одного, что его ноги будут ходить для него и только для него. Его глаза будут видеть, уста говорить, уши слышать для него и только для него. И что все его тело будет храмом Духа Святого. Объясняет преподобный Турей. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и приспевал во всем, как приспевает душа твоя. 3 Иоанна 2 стих Дух Святой призывает нас подчинить себя Богу. И лишь после этого он говорит, противостаньте дьяволу, потому что никто не может успешно предстоять дьяволу, прежде чем он не подчинится Богу. И если предстоять дьяволу таким образом, то он не просто уйдет, он буквально убежит от вас. Смотрите, Якова 4.7 Проклятие, включающее различные болезни, перечисленные в 28 главе Турзакония, поражали израильтян, потому что их послушание и служение совершалось ими без радости в сердце. Состояние сердца, которое было ответственным за приход болезней, описанное в этой главе, является препятствием для их удаления. Иначе говоря, состояние сердца, которое было ответственным за проклятие, в те дни, это не то состояние, в котором нужно приходить к нему для избавления в наши дни. Божие обетования только для послушных. Господь исполняет желания сердца именно тех, кто утешается в нем. Смотрите Псалом 36.4 Видите ли, вера это единство нашей воли и наших сердец с волей и целью Бога. И там, где нет этого единства, невозможны никакие результаты. Это очень важный духовный закон, в котором мы в свое время были ужасно слепы, считает преподобный Гейфиндафи. Бог говорит о страхе Господнем и удалении от зла. Это будет здравием на еврейском лекарство для тела твое и питанием на еврейском увлажнением для костей твоих. Притчи 3 глава 7-8 стих. Вера всегда подразумевает послушание. Павел писал Афесянам, призывая к послушанию в исполнении первой заповеди. Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Афесянам 6.3 Подчинение же и послушание Нимана Слову Божьему должно было стать полным до того, как он исцелился. Именно ходящих непорочности он не лишает благ. Псалом 83.12 Поэтому прежде чем стремиться получить что-то от Бога, мы должны подчинить себя первой величайшей заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Потому что Бог говорит, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Псалом 90 стих 14. Он хранит завет свой и милость к любящему Его и сохраняющим заповедью до тысячи родов. Поэтому давайте, как тот прокаженный, приходить к Нему, кланяясь, прося об исцелении. Долгодействие в правой руке ее мудрости, а в левую у нее богатство и слава. Притча 3.16 Вступи в брак с ней мудростью, и ты получишь ее владение. Мудрость здесь представлена, как богатая королева, протягивающая обеими руками благословение всем тем, кто подчинится ее правлению. Ради тех, чье сердце вполне преданному, ради них очи Господа взрывают землю, всю землю. Чтобы поддержать их, смотрите в Второзаконие 16.9 Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гнить для костей. Притча 14.30 Нездоровое сердце хуже, чем нездоровый желудок. Зараженная душа хуже, чем зараженное тело. Выведенные из строя воля хуже, чем выведенные из строя печень. Павел написал «тело для Господа», прежде чем написать «Господь для тела». Библия учит, что тело было куплено дорогою ценой, «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». 1 Коринфянам 6.20 Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте ваши тела в жертву живую, святую, благодную Богу, для разумного служения вашего. Римляна 12.1 Следовательно, представьте свое тело ему, если ты хочешь, чтобы оно исцелилось. Он обещает привести его в порядок только после того, как он станет его собственностью. Сначала ко кресту с очищением. Безошибочный путь для больного такой. Сначала ко кресту с очищением, потом верхнюю горницу за даром духа, потом на гору за жизненным заданием, а потом, наконец, к великому целителю за силой на служение, пишет Брайант. «Если же дух того, кто воскресил Иисуса, живет и нас, то воскресивший Христа измерт, оживит и ваши смертные тела, духом своим, живущим вас». Римлянам 8.11 Во Христе истинной лозе есть вся необходимая для нашей души, тела, жизнь. Но мы можем обладать и наслаждаться ей только тогда, когда мы соединены с лозой. Не отдельно от него, но в нем мы имеем полноту. Лосянам 2.10 Замещение без единства с ним недостаточно для того, чтобы получить жизнь лозы и наслаждаться ей. Если тебе нужно чудо, настройсь на одну волну чудотворцам. Мы наслаждаемся жизнью лозы через наше совершенное единство с лозой. Просить об исцелении, отказ от руководства духа, это то же самое, что просить плотника починить полы, не впускай его в дом. Все, которые прикасались к нему, исцелялись. Матфея 14.36 Ты не можешь прикоснуться к нему, сделав предварительный заказ. Но подобно той женщине, которая протаскивалась сквозь толпу, тебе нужно локтями, проложить себе путь и подтолкнуться сквозь свой эгоизм, непослушание, неисповеданные грехи, равнодушие, зависимость от общественного мнения, человеческих традиций, через статьи, написанные против божественного исцеления, протолкнуться сквозь сомнения, двоемыслия, болезненные проявления, чувства и искушения. Часто приходится противостоять и своему пастору, который может оказаться непосвященным в этой части Евангелия. Дух Святой, который был послан для того, чтобы исполнить все благословения, заключенные для нас в искуплении. Это наш помощник. И Он готов помочь нам преодолеть все эти препятствия и добраться до того места, где мы можем прикоснуться к Нему, чтобы Он восполнил наши нужды. Бог ждет этого, чтобы излить на нас Духа Святого в полноте. И Дух приходит, как Исполнитель Христа, приносящий все благословения, данные на Голгофе, и раскрываемые нам через семь Его искупительных и заветных имен. Истина остается истиной. Все, кто прикасается к Нему, исцеляются. Как мы прикасаемся к Нему? Через веру в Его обещание. Это безошибочный способ прикоснуться к Христу и получить все, что Он обещал. Мы прикасаемся к Нему, когда просим и верим, что Он слышит нас, когда мы молимся. Именно вера исцелила ту женщину, когда она прикоснулась к Нему, а не просто физический контакт, потому что Дух дает жизнь. Миллионы грешников прикаснулись к Нему подобным образом и получили еще более великое чудо, новое рождение. Не просто контакт, но единство. Как больные прикасались к Нему и исцелялись, когда Христос ходил по земле, так сейчас это привилегия тех, кто прикасается к Нему. И сегодня прикосновение ко Христу приносит больному более тесное единство, чем тогда. Не просто контакт, но единство. Настолько же реально, как единство ветви и лозы. Все, что находится в лозе, включая духовную и физическую жизнь, принадлежит нам, ветвям. Сейчас прикосновение веры может привести нас под полный контроль Духа Святого, который и есть чудотворец, чего не могло происходить во время земного служения Христа, потому что Дух еще не был непослан нам. Иисус не стал для нас в меньшей степени Спасителем и Цветителем со времени своего вознесения. Он еще более велик. Сейчас привилегия прикоснуться к Нему значимее, чем когда Он был здесь лично, потому что от прикосновения может быть получено больше. Находясь по правую руку Бога Отца, Он может дать нам больше. Поэтому Он и сказал, лучше для вас, если я уйду. Если Дух приходит для того, чтобы явить нам Христа так, как Он мог быть явлен до своего ухода, то почему мы не можем приходить к Нему за исцелением по меньшей мере с такой же верой, с какой люди теснились вокруг Него в те дни. То, о чем мы говорили выше, показывает важность примирения с Богом, прежде чем мы просим об исцелении. Благословение иметь правильное отношение с Богом в тысячу раз желание чудесней, чем само исцеление. Я видел людей, которые страдали физически, но были при этом лучезарно счастливы. А также я видел людей, которые были совершенно здоровы, но настолько несчастны, что совершали самоубийство. Третий шаг. Сейчас мы перейдем к тому, как получить исцеление. Это подобно игре в шашки, когда сделан вход, человеку не остается ничего другого, кроме как ждать, пока сделает вход другой игрок. Каждый ходит по очереди. Итак, Бог предоставил нам исцеление или любое другое благословение, послав нам свое слово. Потом наша очередь ходить, прежде чем он сделает свой ход. Наш ход это ожидать, чтобы Бог сделать то, что обещал, если мы молимся. И это заставляет нас действовать по вере, прежде чем мы увидим исцеление. Потому что исцеление это ход Божий. Бог никогда не нарушает очередности ходов. Когда Ной был предупрежден Богом о вещах еще невидимых, ответный ход правдника заключался в том, чтобы поверить, что приближается наводнение и действовать по вере, начав постройку корабля на суше. Итак, когда Бог говорит любому больному, что молитва вера спасет его и восстановит, он информирует тебя, как Ноя о невидимых еще вещах. И твой ход должен быть таким же, как у Ноя. Поверить и действовать соответственно этому. Неизменная природа руководствует... Неизменная природа руководствует тем, что она видит, то есть своим ощущениям. Но вера руководствует исключительно Словом Божиим. И верить значит ожидать, что Бог исполнит то, что обещал. То есть относится, подсидеться к нему, как к честному партнеру. Говоря ожидать, я не имею в виду надеяться. Один писатель хорошо сказал, мы надеемся на то, что можем состояться, но мы ожидаем то, что должно состояться. С таким ожиданием, которое отметает сомнение или страх перед неудачей и показывает непоколебимую уверенность. вера никогда не дожидается, когда можно будет увидеть, чтобы поверить. Потому что вера приходит от слышания о вещах еще невидимых. Вера это уверенность невидимой. Все, что нужно человеку веры, это знать, что сказал Бог. Такое знание внушает его душа полную уверенность. Так говорит Господь. И все решено. Написано, вот все, что нужно вере. Вера всегда дует в трубы. Не после, но прежде, чем стены падают. Вера никогда не судит, потому что видит глаза. Потому что она является в существе тех вещей, которые невидимы, но обещаны. Вера основывается на гораздо более твердом основании, чем чувства. И этим основанием является Слово Божие, которое пребывает вовек. Наши чувства могут обмануть нас, но Слово Божие никогда. Когда маленькой девочке обещают новое платье к субботе, ее вера это ожидание в настоящем, которое она проявляет между сегодняшним днем и субботой. Когда наступает суббота и она видит это новое платье, она перестает верить в него. Настоящая вера всегда влечет за собой соответствующие действия. Из своей веры маленькая девочка хлопает ладоши и говорит как здорово у меня будет новое платье в субботу. Она бежит и рассказывает другим детям, что ее просьба цвина. Бог не может лгать. Стоя у могилы Лазаря Иисус смотрел наверх и сказал благодарю тебя отец что ты услышал меня. Хотя Лазарь была все еще мертв. Маленькая девочка не боится заранее рассказать о том что у нее есть новое платье. И когда ее спрашивают откуда ты знаешь она говорит откуда я знаю мама мне его обещала. у тебя еще больше причин ожидать исцеления чем у этой маленькой девочки. Ожидать новое платье потому что ее мама может умереть до субботы а с Богом этого не произойдет никогда. Мама может солгать а Бог никогда. Дом с мамиными деньгами может сгореть. Каждый случай веры это хорошо обоснованная убежденность которая происходит от обетования Божьего и в соответствии с которой действует прежде чем что-либо станет видим чтобы вдохновить эту уверенность как с той маленькой девочкой между сегодняшним днем и субботой. вера смотрит не на то что видимо когда Ной строил ковчег не было никаких признаков наводнения каменные стены никогда прежде не падали при звуке труб или крика израильтяне просто ожидали того что обещал Бог когда они действовали по вере начав дуть трубы тогда как стены все еще стояли это был их ход потом конечно Бог сделал ход свою очередь и стены упали вся глава 11 посланник евреям показывает как действовали те кто имел веру между сегодняшним днем и субботой действия поверь настолько угождают Богу что в этой главе подобной перечислил много таких случаев поверь иной поступал так и так то поверь и Осип поступал так то и так то поверь и Моисей поступал так то и так то поверь стены Иерихона рухнули поверь Авраама поступил так то и так то когда все все казалось противоречило тому что обещал Бог Сара получила силу стать матерью хотя была уже слишком стара для этого именно тогда когда поверил в обетование Божие а не свое бесплодие все они руководствовались ничем иным как Словом Божием которое было причиной того что они ждали обещанное от Бога точно так же и с любым случаем веры положение Ионы когда он находился внутри рыбы было очень реально и он не отрицал его но он назвал его тщетной и ложей другими словами мы должны принимать за тщетую ложь любые симптомы которые заставляют нас усомниться в том что Бог много милости ко всем призывающему Иона сказал чаще суетных ложных богов оставили милосердного своего вместо того чтобы прислушаться к сатане и присматриваться к болезненным симптомам мы должны быть сработниками Богу который исцеляет посылая свое слово и сдерживая его мы должны сотрудничать с Богом будучи заботчены не тем что говорит дьявол но слово которое Господь послал для нашего исцеления симптомы могут оставаться даже когда мы действительно поступаем по нашей вере симптомы не всегда исчезают моментально только через три дня после того как языки исцелился он стал достаточно силен чтобы пойти в Дом Господень в Евангелие от Иоанна 4 глава 50 52 стих царедворец поверил слово которое сказал ему Иисус и постречал своих слуг он спросил у них в котором часу стало ему легче Библия очевидно разница между даром исцеления и даром чудотворения Христос не мог сотворить чудес на зарете по причине неверия его жителей но он исцелил нескольких больных если бы каждый становился совершенно здоров моментально то не было бы уже места для дара исцеления все это было бы чудеса многие люди упускают исцеление ограничивая Бога чудотворением Христос обещал они будут здоровы но он не говорил моментально признаки жизни остаются в дереве какое-то время даже после того как оно было срублено вера означает что мы уверены в том на что надеемся убеждены в том чего не видим евреям 11.1 перевод Мафата конечно убеждены потому что Бог который не может лгать сказал это этой причиной вполне достаточно чтобы поверить таким образом вера очень рациональна это не означает верить без доказательств как предполагают многие бездумные личности но верить потому что есть высочайшие из всех возможных доказательств Слово Божие утвержденные на небесах апостол якобы я покажу тебе своими поступками что такое вера перевод Мафата вера следовательно это такая убежденность в абсолютной правдивости записанных Библии заявлений Бога что верующий готов действовать согласно им вера иррациональна и безопасна что может быть более рациональна более безопасным и более надежным чем вера верить это значит принимать написанное обетование Божие как прямо мое послание к нам его обетование это все равно как если бы он явился к нам и сказал я услышал твою молитву Слово Божие жизнь для наших тел точно так же как оно стало жизнью для наших душ что случилось тогда когда мы поверили в его обетование я знаю некоторых людей которые молились за исцеление в течение целых сорока лет безрезультатно а потом когда им рассказали как его достигать исцеление происходило в некоторых случаях моментально нам нет необходимости молиться сорок лет или даже одну неделю за то благословение которое Христос жаждет дать нам его сострадательное сердце стремится исцелить нас больше чем мы сами способны желать этого но мы заставляем его ждать до тех пор пока вера не придет отслышание и пока мы не начнем действовать по ней потому что Бог не станет мошенничать и ходить вне очереди когда мы видим что Иисус понес наши болезни так же как и грехи на кресте и что нам уже не нужно нести их наш следующий шаг взять это веры и это единственный способ писания истина заключается в том что Он дал нам эту часть нашего наследия почти 2000 лет назад и Он ожидающий Он ждет пока мы возьмем это областение веры 2000 лет назад Бог устранил грех 2000 лет назад Бог возложил на Христа все наши беззакония 2000 лет назад Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни Бог ожидающая сторона ожидающая пока нам покажут как принять благословение которое Он уже дал не медлит Господь исполнением витавания но долго терпит нас 2 Петра 3.9 или как переводит Веймус Господь не медлит с исполнением витавания но Он терпеливо относится к нам другими словами Он не медлит с исполнением витавания но мы не торопимся а Он терпеливо ждет многие из нас могли бы спастись на 5 лет раньше чем это случилось не Бог заставлял нас ждать но мы заставляли его ждать нас то же самое с исцелением в молитве не после в Евангелии от Марка 11.24 Иисус точно говорит нам как принять любое из благословений приобретенных для нас через Его смерть пообещав нам все в чем мы нуждаемся Он говорит все чего не будете просить в молитве не после того как ты помолился 20 лет не после того как ты выздоровел но будучи больным в молитве верь то что получите и будет вам верьте что получите и будет вам условия которые нам надо выполнить чтобы получить то о чем мы просим Бога это поверить в то что Он отвечает на наши молитвы когда мы молимся и что мы будем здоровы как Он обещал другими словами когда ты молишься об исцелении Христос предлагает тебе быть уверенным в том что ответ на молитву получен вспомни Он стоял у могилы Лазаря и говорил благодарю тебя Отец что ты услышал меня до того как Он увидел Лазаря выходящим из могилы когда мы молимся за исцеление Христос велит нам говорить с верой благодарю тебя Отче что ты услышал меня до того как мы увидим ответ на наши молитвы когда Слово Божие и только оно одно служит причиной веры в то что наша молитва получен ответ до того как мы видим или чувствуем это вот это и есть вера Иисус заявил слова которые я говорю вам суть духа и жизнь Иоанн говорит слово было Бог принимать записанные в Библии слова Христа как прямое послание к нам значит верить именно таким образом Слово Божие становится жизнью для нас как в случае спасения так и в случае исцеления так акт веры и принятие Христа соответствует с Евангелем от Иоанна 1.12 подобен акту Бога который своей силой дает нам новое рождение в точно таком же процессе нашим телам дается божественное исцеление Некто сказал исходя из примера женщины прикоснувшись к одежде Господа что вера факт чувство да каков порядок от которого Бог не отступает никогда если мы отступаем от этого порядка то ни вера ни факт ни чувства не будут такими как хочется нам потому что это не то чего желает Бог 1.1 Фессалоникийсам 2.13 говорит что это слово которое и действует в вас верующих когда его слово убеждает нас что наши молитвы получен ответ хотя еще ничего не произошло тогда его слово начинает действовать у нас Божье слово всегда действует в тех кто принимает его как таковое потому что они не питают сомнений что оно будет исполнено в их жизни Бог отдал все свои благословения вере у него не осталось ни одного чтобы дать не верю Гарриет Бейнбридж когда люди говорят мне я не знаю является ли волей Божией исцелить меня я спрашиваю у них является ли Божией волей сдержать свои обещания если мы находимся в мире с Богом мы не должны сосредоточиться на себе так как если бы имели дело с обещаниями людей вопрос не в том достаточно ли у меня веры и не в том честен ли он этот вопрос фактов а не того что мы чувствуем если бы та маленькая девочка завалила на следующий день это все равно ничего не изменило относительно покупки нового платья в субботу Писание говорит если просим чего по его воле то он слышит нас правда это или нет отвечает ли Бог на молитвы если вы будете твердо верить что получите Марк 11.24 ответ на свою молитву и будете действовать по вере то каждый из вас будет исцелем даже это не произойдет моментально Бог всегда делает свой ход после нашего хода а наш ход это действовать в полную верности приходящего только от его обетования и ничего другого прежде чем мы увидим ответ если исцеление приходит по вере а любая вера без дела метва то Бог начинает именно тогда когда мы начинаем действовать по вере наша вера побуждает Бога действовать наши поступки веры побуждают Бога действовать мы все не можем действовать одинаково 10 прокаженных слились находясь в пути и он оказавшись внутри рыбы не мог никуда пойти но он действовал по вере когда твердо решил принесу жертву голосом благодарения действия по вере выражающиеся прославление Бога и благодарение его заранее на протяжении всей истории были предназначены им путем приобретения благословений посланник евреям 13-15 учит что наша жертва благодарения жертва хвалы должна быть приносила вначале за обещанное Богом благословение а потом мы ожидаем результата в салме говорится принеси в жертву Богу хвалу и воздай все Вышнему обет твой и позови меня в день скорби я избавлю тебя и Ты прославишь меня Псалом 49-14-15 здесь как в других случаях от нас требуется приносить жертву благодарения в тот момент когда мы все еще находимся в скорби как и она возможно именно на это обетование он и опирался пусть нуждающий славит твое имя то есть пославляйте Бога заранее пока вы еще в нужде придем в его присутствие с благодарением не означает исцелиться а потом пойти в его присутствие воздавая ему благодарность но приходить к нему за исцелением с благодарением входите в его врата с благодарением в его дворы с хвалой мы могли бы уходить с благодарением но это не есть вера вера это то что мы имеем прежде чем мы исцелились. Ищущие Господа будут славить Его. Ты назовешь свои стены спасением и вратах хвалоя. Без хвалы мы оказываемся перед большой стеной без ворот. Но когда мы начинаем славить, мы устанавливаем собственные ворота и проходим через них. Радуйтесь и веселитесь, ибо Господь будет творить великие дела. И в соответствии с этим они постоянно находились в храме и прославляли и благословляя Бога. Не после, но до того, как они наполнились Духом Святым. Это произошло после того, когда они возвысили свои голоса и прославили Бога. Именно тогда слава Господне наполнила Дом Божий. Они поверили Его словам. Не септому, не отцу лжи и пели ему хвалу. Заставь сатану слушать твое прославление. Вместо того, чтобы прислушиваться к отцу лжи, заставь его слушать, как ты прославляешь Бога за его обетование. Все дышащее дославит Господа. У больного человека есть дыхание. Другими словами, даже когда ты все еще больен, славь его, потому что ты будешь здоров, как он обещал. Да не смущается сердце ваше. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. возложите все ваши заботы на него, ибо он печется о вас. Любой больной христианин имеет тысячу раз больше причин быть счастливым, чем совершенно здоровый, веселый грешник. Славьте Бога, потому что вера без дела мертва. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия. Я буду славить Господа во все времена. Хвала ему будет всегда на моих устах. Если всему, что имеет дыхание, поведено славить Господа, то единственная духовная причина не делать этого, быть бездыханным. Непрестанно будем приносить Богу жертву хвалы, плод наших уст, воздавая благодарение имени его. Кто приносит жертву хвалы, тот прославляет меня. Твоя любящая доброта лучше жизни. Посему мои уста будут славить тебя. Прославляйте его, потому что это благо. Воздавать благодарение Богу. Воздайте благодарение, вспоминая его святость. Прославляйте его, потому что, сдерживая хвалу, мы показываем либо неверие, либо неблагодарность. Прославляйте его, потому что Бог обитает среди словословия народа своего. Павел и Сила воспевали ему хвалу в полночь, когда их спины кровоточили, а ноги были в кандалах. И Бог ответил за метрясение, которое освободило их. Настоящая вера радуется обетованию Божьему, как будто она уже видит избавление и наслаждается им. Когда три великие армии выступили против Иосафата, на человеческом языке это означало полное истребление народа. Но израильтяне славили Бога громким голосом. И единственным доказательством того, что их молитва услышана, было ничем не подтвержденное Слово Божие. И оно пришло из уст человека. Когда на следующий день они вышли на поле сражения и начали петь и славословить Господу, он, в свою очередь, двинулся и возбудил распри встаниях врагов. И победа была одержана. Второй Параполименон, 20 глава, 18-19 стих. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе Петра 1, 19-21. Как в Эдеме врагу удалось сделать недействительным свидетельство Божие, когда люди вкусили запретный плод, так и сейчас он пытается лишить силы Божьего обетования, отвращая людей от того, чтобы они поверили в Евангелие. После того, как Бог сказал, в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. А змей сказал, не умрешь. Так и сейчас, когда Слово Божие ясно говорит, возложите руки на маных, и они будут здоровы. Тот же змей самый пытается убедить их, что они не будут здоровы. Разумно ли верить Отцу Лжи больше, чем Сыну Божьему, который есть воплощение истины. Приходя к Богу за спасением или за исцелением, каждому необходимо решить, позволь ли он с шипенью змея стать громче голосом Божия. Благословены те уши, которые слышат импульсы божественного шепота и не обращают внимания на то, что шепчет пир. Фома Кимпийский. Когда после того, как вы были помазаны для исцеления, Сатана говорит вам, что вы не выздоровеете, скажите ему, как говорил Иисус, написано, будут здоровы, восставит его Господь. Иакова 5.15 В этом же самом отрывке слово «Но имя Господа означает, будто сам Господь помазал вас. Ожидайте, что он почтит свой собственный закон обетования». Затем «Зачем слушать дьявола?» Все что слышал дьявола из уст у Христа, когда искушал его, написано, написано, написано. Матфея 4 глава 4, 7, 10 стих. Тогда оставляет его дьявол Матфея 4.11 «Но все, что мы слышали от людей, дьявол говорит, дьявол говорит, дьявол говорит, как будто слова Христа имеют меньший вес, чем слова дьявола. Это был Христос способ, это самый успешный способ противостоять дьяволу. Давайте не будем искать других, не давайте вместо дьявола». Эфессианам 4.27 «Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Иакова 4.7 «Есть только один способ противостоять дьяволу, и он заключается в том, чтобы верить в Божье Слово и действовать по нему. Как только любой другой голос начинает оказывать на нас влияние больше, чем голос Божий, это значит, что мы оставили Божий способ нашего исцеления. «Какая у тебя причина для сомнений? у тебя не больше причин для сомнений, чем у грешника, когда он кается и просит о прощении ему грехов? Ты имеешь точно такое же основание ожидать исцеления, как ты ожидал спасения. Он дал свое слово, и ты не можешь принять его, не действуя по нему, иначе твоя вера все еще слишком далеко от того, что она должна быть». Милосердие Господа основание для веры. Какое это великолепное основание для веры? Сострадание Господа. Если Христос искупил нас от болезней, то, конечно, его любви и верности можно доверять. Крест это наивернейшее основание и превосходная причина для того, чтобы жить верой. Я не помню, кто сказал, «Давайте отложим в сторону болезни», как мы отложили в сторону грех. Посвященный христианин не станет ни минуты сознательно терпеть грех, и тем не менее, насколько терпеливы некоторые в отношении болезни. Они даже лелеют свою боль, вместо того, чтобы противостоять ей, как делам дьявола. Гарриет Бейнбридж говорит, что относительно греха, печали и физической немощи Адама и ворота Господь Иисус провозгласил «Совершилось и дал каждому из нас дар Духа Святого, чтобы сделать нас способными осознать и наслаждаться великим спасением, которое Он приобрел для нас. Вера без колебаний в то, что Слово Христа совершилось, является буквальным утверждением неизменным во времена факта. Всегда приносит избавление. Змей все еще отрицает, что эти великие слова Христа имеют отношение к нам точно так же, как те, которые Бог ясно казал Еве. Именно когда мы сознаем, что наше искупление от болезни было совершено в теле нашего распятого Господа, и когда мы всем сердцем верим, понимаем то, что Бог провозглашает в своем написанном слой именно это, тогда Дух Святой дает нам личное восприятие Христа как нашего целителя. Сегодняшние результаты веры в Бога. Следование этим казанием принесло здоровье тысячам людей, которые раньше были уверены, что время чудес осталось в прошлом, и что Бог хочет, чтобы люди оставались больными для его славы. Слепые от рождения сейчас видят, глухие немые сейчас слышат, и говорят, хромые от рождения сейчас совершенно здоровы, те, что болели эпилепсией многие годы, сейчас свободны и счастливы, многие из тех, кто убирал от рака, сейчас здоровы и молятся молитвой веры за других, Бог невзирает на лица, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело, сказанное не может быть правдой, пока мы больны, и прикованы к кровати, новый Божий завет дал возможность каждому из нас быть совершенным во всяком добром деле, чтобы творить его волю, это невозможно пока мы больны, и это показывает его готовность даже стремление исцелить нас, он не может хранить свой с нами завет, не удалив наши болезни, и не продлив наших дней, он обещал, так как его ранами мы исцелились, давайте не будем забывать, чего стоило наше исцеление, но с благодарностью и любовью, с посвящением, служением Богу, давайте ставить на его обетование, и благодарение, до тех пор, пока стены наших страданий не рухнут, вера не дожидается, пока упадут стены, вера криком сокрушает их.